МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молитва Иерусалима. Израильский фотохудожник Дмитрий Брикман представил выставку своих работ в Нижегородском русском музее фотографии. Шоппинг в седьмом небе. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров поступили в бутики торгово-развлекательного центра «Седьмое небо», что рекомендуют стилисты нижегородским модникам. В Нижнем Новгороде ищут пути ликвидации провала грунта на Зеленском съезде. В середине августа из-за ливни провалилась часть пешеходной зоны, которая проходит вдоль съезда. Накануне на объекте прошло рабочее совещание. В чрезвычайной ситуации. По словам заместителя мэра города Виктора Сдобнякова, это сделано для оперативного устранения аварии. Поиском технического решения занимается специальная комиссия. Известно, что под дорогой проходит старый канализационный коллектор, который планируют отремонтировать силами водоканала. На аварийном участке установлено ограждение. Последствия оползня планируют устранить до конца сентября. Впрочем, жители города, кажется, уже привыкли к подобным ЧП. Сейчас эксперты работают над тем, чтобы определить техническое решение. Потому что в случае, когда это просто составляет общестроительные работы, то устранение подобных ситуаций выглядит следующим образом. То есть устанавливаются сваи, как правило, это винтовые сваи, соответственно, заливается балка. Она служит в том числе опорой. Эта конструкция служит опорой для того, чтобы грунт в дальнейшем не уходил. Кроме того, является опорой для установки в дальнейшем ограждения. Дальше, соответственно, происходит засыпка. Это щебнем песком. И происходит восстановление асфальтового покрытия. Что здесь очень важно, это первое, это чтобы отводить... Асфальт и покрытие был уложен таким образом, чтобы отводить воду от склона. Потому что в противном случае, это у нас не первый, не последний ливень в городе. Поэтому, чтобы не было подмывания грунта, воду необходимо отводить. По-моему, уже все привыкли, что ты идешь, ты можешь начально провалиться. Это даже на чемпионате мира фотография была, иностранцы провалились на, по-моему, на Варварской улице, просто под землю. Они там все фотографировались, поэтому это нормально уже. Экологическая акция «Пластиковая операция» прошла сегодня у главного корпуса Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова. Специалисты регионального министерства экологии рассказали и показали студентам, почему пластик опасен для окружающей среды и куда он отправится после попадания в спецконтейнер. Молодые люди смогли не только собрать мусор, который отправится на переработку, но и принять участие в создании арт-объекта из крышек от PET-бутылок. В России существует ассоциация зеленых вузов. Вот в данный момент в наших планах вступить в данную ассоциацию и стать образцово-показательным университетом в нашей Нижегородской области для того, чтобы в дальнейшем эту работу популяризировать, продвигать в массы и делиться своим опытом с другими учебными заведениями. Сегодня в Русском музее фотографий открылась выставка израильского фотохудожника Дмитрия Брикмана «Молитва Иерусалима». Он попытался визуализировать утопическую идею об общей молитве представителей трех религиозных конфессий – иудаизма, христианства, ислама. Все моменты были запечатлены Брикманом в пространстве старого города в Иерусалиме. Автор надеется, что когда-нибудь герои его снимков не станут расходиться по своим святыням, а соберутся в одном месте. И никто никому при этом не будет мешать. Выставка будет работать до 18 сентября. В Иерусалиме, безусловно, существует некая атмосфера, аура, которая вот над всеми религиями. И этому посвящена выставка. Здесь есть образы людей еврейской веры. Мы их специально смешали даже, и мусульманская, и христианская. Мы специально их не повесили по теме, потому что у нас задача – это все объединить. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров сезона Осень-Зима 2019-2020 поступили в продажу у бутики торгово-развлекательного центра «Седьмое небо». О том, как остаться в тепле, не выпасть из модных трендов и стать участником новой акции ТРЦ расскажем в нашем следующем сюжете. Бутики торгово-развлекательного центра «Седьмое небо» не перестают радовать нижегородцев и гостей города. С началом осени в них поступили новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров сезона Осень-Зима 2019-2020. Это прекрасный повод для того, чтобы обновить свой гардероб и выглядеть стильно. Абсолютный мастхэв в этом сезоне это такие вещи, как кожаная куртка-косуха. Идеальный вариант. Я их нашел несколько в торговом центре «Седьмое небо» в идеальном исполнении. Но в данном случае это классическая косуха в сочетании с кожаными шортами. Они где-то до середины бедра длинные, обязательное присутствие цепочки. Если вы хотите привнести какой-то романтичности в образ, мы можем заменить рубашку и эти шорты, например, вот на такое замечательное тоже платье в стиле панк-рок. На нем различные черепа. Кстати, очень много было представлено в коллекции Александра МакКвина подобных платьев. Я нашел такое платье в медицинном магазине. Потрясающий, на мой взгляд, орнамент и очень модно. И к этому платью в сочетании с косухой я бы предложил уже только вот такие красивые полусапоги, сапоги, декорированные черной цепью. Это тоже очень модно. Что касается модных трендов для мужчин, я бы выделил три основных. Первое, конечно же, это клетка или тотал лук в клетку, неважно. Главное, чтобы она присутствовала. Второй тренд, о котором бы, безусловно, стоит сказать, куртка-бомбер и стеганность. Лучше всего такой тренд в тренде – стеганный бомбер. На мой взгляд, просто потрясающий вариант. Третий наш тренд, он тоже очень мощный – это песочные оттенки. На мой взгляд, идеально является вот такая куртка. Это для ранней осени. На мой взгляд, просто потрясающий вариант. И не бойтесь попасть в ней под дождь. Если вы ее обработаете водоотталкивающим составом, она вам прослужит не одну осень. Другой тренд – оставаться в тепле. Осенью и зимой – это как никогда актуально. Ассортимент бутиков придется по вкусу и кошельку даже самым взыскательным клиентам. Они не теряют времени и начинают осенний шоппинг-марафон. Я ищу все, ищу весь гардероб для себя. Потому что лечные вещи устарели, и мне всегда очень хочется чего-то нового. Мне нужно новое пальто, мне нужны новые джинсы, мне нужны кофты, свитера. Все полностью, весь гардероб. Девушке все нужно – сапоги, верхняя одежда, шарфики, обувь. Я сюда хожу и стучит за избранными вариантами. Осенний шоппинг в седьмом небе – это еще и выгодно. За покупки на сумму от 3000 рублей покупатели получают специальный купон на стойке информации. 28 сентября в день модного показа в Ритме Фэшн обладатели купона смогут принять участие в розыгрыше призов. Главный приз – сертификат номиналом 20 тысяч рублей в ресторан «Домашняя Италия», обладатель которого сможет скоротать всю зиму и осень за вкусными обедами и ужинами. Антон Ганин, Никита Ветлин, столица Нижний. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова